Тьфу-тьфу, три раза не моя зараза. Кто наступил, тот и полюбил. Лети-лети, ни в кого не попади. Всё, сняла порчу. Добрый вечер, я Лариса Бузеева в эфире «Давай поженимся». Привет, девчонки. Скажите, вот честно только, верите во все эти сглазы, порчу, в чёрную магию? Но они частенько имеют право на жизнь. Господи, ну кого я спрашиваю? Кого? Роза? Сама кого хочешь испортит, кого хочешь сгладит. Да, у меня энергетика мощная. Хорошо. В общем, жених у нас сегодня заколдованный, а расколдовать его пришли Екатерина с экстрасенсорными способностями, Анастасия с соблазнительными формами и Анна с опасными связями. Ну, сначала давайте на жениха посмотрим. Добрый вечер, я пришёл на вашу передачу, чтобы решить свои серьёзные личные проблемы, а также найти свою любимую. Со мной сегодня Асия и Евгений. Проходите. Александр, 24 года. После некрасивого расставания с девушкой был проклят её бабкой, колдуньей. С тех пор терпит постоянные неудачи на любовном фронте. Александр – футбольный арбитр. Также работает специалистом отдела по охране труда в иностранной компании. Мечтает испытать страсть. Признаётся, что не может прожить без сладкого и каждый день ест шоколад. Александр никогда не полюбит робкую пай-девочку. Готов отдать своё сердце инициативной соблазнительнице с большими глазами и обаятельной улыбкой. Ну, здравствуй, сказочник. Добрый вечер. Угу. Что принёс? Так, ну это вам, так как я очень люблю сладкое. Это то, без чего вы не можете прожить? Да, это просто. У вас будет что-то общее. Любите сладкое. Это вам так как бы очень ярко и там очень приятно. Слушай, Лариса, я предлагаю начать передаривать нам. Нет, я даже надпушу сначала. Надеюсь, оно вкусно и правда вкусно. Спасибо, сказочник. Проходи. Вот я именно так себе и представляла 24-летнего девственника. Никак не по-другому. Вот так прямо и начинаешь сразу? Угу. А как? Ну никого у него не было у Горемыки. А чё не было-то? А потому что бабушка сглазила первой девушке. Да ладно. Я как говорила, я вот же чувствовала. Когда мне было 17 лет, у меня захлестнула волна просто невероятной любви. Я влюбился как ребенок. Ну, в принципе, я был ребенком в 17 лет. И, к сожалению, так как мы были молодые, возможно, ветреные, мы быстро расстались, и я начал встречаться с ее подругой. С подругой у нас ничего не получилось. А почему с ней стал встречаться-то? Сначала полюбила одну, а с подругой-то? Нарисовалась как? Ну, она была красивее. Угу. Первой девушки. И поэтому, как бы, я в силу своей молодости очень... А первый ты обещал что-нибудь? Нет. Во-первых, сравнительный анализ нас, как бы, сопровождает всю жизнь. Мы всегда стремимся к лучшему. А уж в 17-то лет, ну, конечно, хочется. Это вы еще не знали, что лучший враг хорошего. Возможно, да. А что-то пообещали той первой? Я много чего обещал, даже слишком много возглавляет. Было что-то с ней? Нет, кстати, я не знаю. Вот я понимаю, когда мужик хочет это, добивается, обещает все, даже замужениться. Да. А вот вы... Ничего не было у них. И вот она прибегает в соплях, в слезах к бабуле, кидается на грудь и говорит, Санька бросила. Она говорит, я вот сейчас паразиты эдакого прокляну и клюкой на вас, да? Возможно, только было, я этого до сих пор не знаю. Она что-то прокляла-то? Чтобы у него... Батюшки мои! Ой, Горька, какой нет! Ты готова с таким вот человеком встречаться, которым 24 года нещет? Ну а что же, естественно. Научусь ему. Что-то, что надо, научусь. Все последующие девушки, которые были, как только доходят до постели... Да, так сразу... Взрослую надо было брать, она бы тебе там все бы размахировала. Одна была такая целый год. И вот она и так, и эдак. Да, было очень интересно, то есть она мне устраивала всевозможные... Я не знаю, как это называется. Массажи. Массаж – это самое возможное такое, то, что было. То есть что ни шло, только в дело. Мне кажется, когда он услышит мою историю, он вообще обалденет. А знаешь, это вообще, вот как врачи говорят, это все от вашей головы. Вот с головой у вас, наверное, не в порядке, понимаете? Но, если с головой не в порядке, приданное должно быть неплохое. Вы что за приданным у вас? А? Ну, с приданным у меня квартира в родном городе. А вы откуда сами? Сами из Челябинской области, из Магитарской области. Может, там метеорит вот этот вот на нее повлиял-то. Я сейчас думаю, столько сидит сейчас баб беременных с маленькими детьми, которые проклинают телевизор и говорят, «От, ты только приедь к нам, я тебе буду...» Метеорит тебе покажется ласковым дождем. Я просто... А что, бывает заколдованный, знаешь, я вот тут недавно как раз... А я снялась, я порчу-то вот... Ой, твоя порча-то, это не порча, тьфу! Да? Не пойми что, да, это сама так себя-то просто огораживаешь, а не кого-то там это, да. Да? Что, милый? Может, действительно, прям это... К врачу? К колдовской, да, колдовская сила-то. К врачу ходил, но вот... Меня вот тоже сглазили, понимаешь? Вот тут прям позвонили, сказали, говорит, «Правда, что вас сглазили?» Говорит, «Гэ, сглазили». Понимаешь, вот как в Третьяковской галереи теперь. Смотреть может, никто не трогает. Понимаешь, что же мы сглазили? Рос, таких сглаженных у нас 70% женщин старше 35 лет. Нет, мне кажется, всему свое время. Уже хватит на тренерскую надо, Рос. Серьезно. Ладно, дай-ка мне еще красотой поделиться. А что вам врач-то сказал-то? Все хорошо. Идите, говорит парень, и не морожьте голову. Надо было его взять, врачу, и отвезти его в нужное место. И все. А как вам кажется, кто сможет вас реанимировать, милый? Какая нужна? Нужна, самое главное, добрая и с красивыми глазами. Самая главная. Да? Ревнивая? Да. Хочется, чтобы была ревнивая? Да, хочется. Чтобы были страсти, да? А какие страсти-то? Он так и не ответил. Проявление эмоций яркое. Да что вы его суфлируете-то? Что он не может, что ли? А он не может сам сказать. Почему не может? Вы можете женщину ударить. Какой вы в гневе? Нет. Женщину никогда не ударил. Какой вы в гневе? Тихий. Нет. Я могу накричать. Но не ударить. Из какой вы стили? Кто родители? Родители работают в спортивной сфере. И мама, и папа. Родители в спортсменной сфере. Он арбитр, смотри, какой футбольный. Или кто он там? Судебный. То есть у тебя такой... Братья и сестры есть? Да, брат есть старший. Сколько ему? Тридцать. А никто, как старший брат, не вгоняет в комплексы, не вытаскивает вас из комплексов. И лучшего советника, чем старший брат, в жизни вам не найти. Брат, что говорил? Брату, конечно, обращался, и он говорит, что все в порядке. Всего лишь у тебя что-то в голове. Не, ну порчится, надо с него снять по-любому. Если он считает, что дело в этом, что его какая-то там подруга обиженная сглазила, то я думаю, дело... Может быть, он себя так накручивает. Да он накручивает себя. Это просто образ. Ему так нравится. Ему так хорошо. Ему так удобно. А вот у меня вопрос. Вот как... Что это такое? Вы не испугались. На первый канал, на самую рейтинговую программу пришли и рассказали практически всему миру о вашей проблеме. Не боитесь, что вы так невесту отпугнете? Вообще, что двигало-то вами? Ну, во-первых, самое главное в моей жизни – это сама жизнь. И то есть, если она будет хорошая, и все радости этой жизни я ощутю... Ощутю, извиняюсь. Это вы можете голову морочить Розе, Василисе, только не такой акуле, как я. Есть разные способы затащить барышню в постель. На что женщина клюет? На жалость, в первую очередь. Вот сказать-ка, я убогий, никто меня не любит, при этом являясь красавцем, молодым, из хорошей семьи, из хорошей профессии, да? А чтобы еще жарче было, и сказать, ты знаешь, вот у меня еще ни разу не было, потому что ни одна девушка, вот, ну, ни с кем у меня не получается. Что тебе думает девушка? Это до меня у него ничего не было. А со мной и прямо в первый же день она вас за ручку, либо к себе, либо к вам. Поэтому дураков, милый, нема, Александр. Ты видишь его историю? Не особо. Я думаю, у него все более, чем хорошо в личной жизни. Если у парня есть проблемы, он у врачу, и он шифруется так, никто никогда в жизни не узнает. А вот мы сейчас ловим из них и маньяки. И проверим. Прямо в самый корень зрить будем. У меня специалист очень хороший есть в магических делах. Ну, вери, не верь, как говорится, привидений тоже нет. Но, а кто же его знает, ты можешь и есть. Так что давай мы, милый, тебя проверим. Все ли у тебя в порядке или, наоборот, не в порядке. И, пожалуйста, Аленушка, отдаю клиента. Всем здравствуйте. И вам здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Ну, давайте знакомиться. Я эзотерик Алена Орлова. Александр. Судя по всему, я здесь нахожусь по вашей причине. Из-за того, что вам почему-то понадобилась моя помощь. Так? Да. В чем заключается проблема, я немножечко уже поняла. Но мне нужно посмотреть, чтобы убедиться в том, из чего эта проблема проистекает. И действительно ли она имеется. Мне кажется, он стоит в шоке просто. Такого он не ожидал. Я вас очень попрошу встать и расслабиться для того, чтобы я могла понять, есть ли то, чего вы опасаетесь. То есть какое-то энергетическое поражение. И знаете, что я вам скажу? Оно самое минимальное, но оно настолько давнее, что его можно счесть даже за период вашего еще полового созревания. То есть это в раннем подростковом возрасте, начиная где-то с 16 лет оно появилось. Это совсем история, уходящая в самое начало ваших интересов относительно женщин. Врет он все. Было у него и не раз, смотрите, глазки его. Ничего ужасного, связанного с проклятием рода, нет. То есть ваш род вполне может через вас продолжиться. И создавать какие-то специальные, серьезные обряды нам с вами не понадобится. Обойдемся мы не сложным, но необходимым обрядом выкуривания. А, она делает для того, чтобы он очистился, чтобы когда он был невест, у него уже не было вот этого мании, что на нем порча. Вся нечисть, все бесы с полубесами, и баяны, и наговорные, и знакомые, и чуждые, и живые, и мертвые, вон отсюда, через окна, через двери, через ворота. Идите, назря зачатого наперед проклятого, а Александра освободите. Здесь вам не быть, его тело не губить, сердце не гасить, ноги не вязать, руки не опускать, пути не пресекать. Всему ключ и замок. Водруг у него волосы загорятся? У кого? У него? У него, у него. Вот таким образом. Я думаю, что из головы вашей все ваши страхи и сомнения теперь ушли. А для того, чтобы нам закрепиться, я хочу по старой традиции окрутить вас обережным красным поясом. На смотринах всегда славяне окручивали жениха поясом, для того, чтобы он был удачлив, и чтобы невеста ему не отказала, и чтобы у него всегда была мужская сила. Заматывайся. Кручу-верчу, запутать хочу. Сила красная, опоясная. На Александра тебя повязываю, беречь наказываю. От клеветы. От сухоты. Осиная талия. Спортсмен. От злобы. От хворобы. Чужому пояс не развязать, Оберегов моих не отсказать. Живите, плодите и размножайтесь в радость. Всего большое. Спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. А когда, Ален, снимать спасибо вот этой вот повязочке? А как выбрал себе девушку, она ее, эту повязочку, и развяжет. О-о-о. Прямо сразу. Прямо как... Косы расплетали раньше, а ему повязочку. Все от головы. И гороскоп ваш говорит, что все... Ты веришь? Ну, что все абсолютно в полном порядке. То есть ты веришь, что... Нет, в прямую не верю. Я считаю, что в этом есть определенная замануха и такой хай-дог. Потому что если бы... Меня никто не любит. Ну да. Меня никто не любит. Но тем не менее, Лариса, еще расскажу. Гороскоп у вас с мужской точки зрения абсолютно прекрасен, и никаких проблем в нем нет. А кто он по знаку Сдяка? По-моему, рак сказали. Рак? Рак. Как у нас рак со скорпионами совмещается? Не, они очень хорошо с скорпионами соединяются, но раки это на голову такие. Это Оля. Да, да, да. Рак это все, это клиника. Основная проблема любого рака в том, что он всегда ныряет глубже, чем позволяет глубина. И все время бьется головой о дно. Не ищите проблему там, где ее нет. И не придумывайте ее там, где нет, даже для себя. Мне скажи, вот как матери. Да. У меня тоже сын рак. И чего это? У них всех любовь на зеленые носки, что ли, у всех? Вот тоже не могу с одной прямо с ней. Про зеленые носки вопрос не исследован. Именно этой темой не занималась, врать не буду. Потому что то, что они придумывают себе больше, чем нужно, это факт. Поэтому ты следил лучше носки и бог с ними. Что у Дениса в голове? Через несколько минут Александр встретится с первой невестой. Не пропустите. В эфире давай поженимся у нас в гостях Александр. Встречайтесь с первой невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Добрый вечер, заколдованный принц. Думаю, что у меня получится тебя расколдовать. Я надеюсь. Посмотрим. Проходите. Екатерина. 28 лет. Специалист по работе с клиентами в автосалоне. Признается, что стала жертвой страшного проклятия и чудом спаслась. Гордится тем, что остается женщиной в любой ситуации. Екатерина ушла от мужа, потому что не хотела жить с его родителями. Надеется, что Александр готов к самостоятельной жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Ой, какие вы все нарядные. Катя, я так понимаю, что в отличие от нас, скептиков, вы верите в потусторонние силы. Мало того, одна эта сила потусторонняя даже вас сопровождает на протяжении ваших лет. Да. Я долгое время думала, что это домовой. А вот в это я бы уже поверила. У меня тоже постоянно краны включаются, двери шевелятся. Ну как все это началось? Когда-то? Началось, это 18 лет. Я проснулась ночью от смеха осла. Мой мужчина мне подарил мягкую игрушку, которую нужно было ударить по голове, и тот начинал ржать. Я просыпаюсь, значит, от этого смеха. Первая мысль у меня, что это кошка задела. Потом я вспоминаю, что я закрыла форточки. Нет, они просто на любой, на любой вес. У меня был такой, когда страшный, сами по себе я выбросила. Потому что невозможно было. В другой комнате вдруг он начинал вот это вот изображение. Это дело в том, что я поворачиваю и вижу, что сидит оно. Она говорит, что домовые в квартире. Домовые в квартире? В последнее время не является вот так в обличии, в ярком, как раньше. А голоса не слышите, нет? Нет, не слышу голоса. Ну то есть это не ваша болезнь? Вы психически здоровый человек? Нет, я вначале очень, конечно, пугалась. Потому что это страшно, это дико. Нет, ну потом вы сказали, что даже в Турцию, когда вы поехали, у вас вот эта чмоса сопровождалась. Она передвигается со мной, потому что иногда я остаюсь там у мамы ночевать. А сейчас оно не с вами, нет? Сейчас нет. А, то есть не чувствуете я, да? А я тебе мерещусь, когда-нибудь призраки? Призраки мне мерещились. А вы, девчонки, анод видели? Нет, я ощущала, но сразу пыталась с ним поговорить, сказать, что я не хочу тебя видеть, я не готова к... То есть я ощущала прикосновения даже дома у нас. Нет, нет, а он что, к вам в гости заходил, что ли? Я сразу... Или вы? Да я не знаю, как это. Видимо, он к нам в гости. Когда с вами знакомятся молодые люди, мужчины, они вас воспринимают как ангела, да? А через какое-то время они уже к вам относятся как к ведьме. Ну, я объясняю это тем, что, ну, наверное, когда мужчина влюбляется, и когда он не получает... Чего? Желаемого. Желаемого. Тогда, да, они говорят, что, ах ты ведьма такая, что они никогда не влюблялись, а тут вот он влюбился. Вы, мне кажется, все мужчины так говорят. Вы сказали, что выпали из-за окна четвертого этажа. Да. Расскажите эту историю. Это произошло все дома у моего молодого человека. Все непонятно, как произошло на самом деле, потому что я помню середину комнаты, и то, что я уже стою на крыше балкона третьего этажа, и он забегает и кричит, Катя. А я понимаю, что я сейчас упаду, но это, ну, не знаю сколько, секунда, две, и для того, чтобы мне спастись и не упасть на асфальт, который рядом с домом положен, мне нужно долететь до грунта, в полете я пытаюсь сделать кувырок. Ну, и вот вы упали с четвертого этажа, ничего не переломали. Я вся переломалась, левая рука подлежала ампутации. Как вы сами? У вас нет левой руки? Нет, у меня есть левая рука, и это чудо, наверное, меня возили по всему склифу и говорили, вот та девочка, про которую я вам рассказывала. А что случилось-то? Рука была оторвана, а потом вам ее пришили? Ну, у меня оборвались все мышцы, нервные окончания, у меня косточка вылетела из сустава, раздробилась. Ну, сейчас все нормально, она у вас такая же? Нет, все нормально, я даже, да. Вроде работает у нее левая рука, шевелить может. Я из того бизнеса, где многие молодые люди до определенного возраста придумывают про себя истории. Я вам, руки не хватит известных актеров, которые заигрались с этой жизнью, просто заигрывались. Один очень известный актер, который имитировал всегда самоубийство, кровь по стенке, вешался, его всегда спасали в самый последний момент. А однажды уже решили, что достал, не вышли, и он прямо в подъезде повесился, понимаете. У меня были однокурсники, которые вот тоже, ну, как бы не талантом тогда чем взять, буду странной, буду странной, такой вот непонятной. Вот все, у меня вот везение, с четвертого этажа упало, у меня какие-то барабашки там и так далее. Я бы с удовольствием... Они все... Вы выглядите очень здоровы... Нет, дорогая моя, нет, Кать, там, где вы учились, я преподавала, вам 28 лет, уже дофига, вы взрослая тетка. Вы очень здоровая девушка, и у вас абсолютно здоровые подруги. Поэтому, если вы решили просто прийти вот так, да, и сходим на женилки, типа поглумимся, а то там такие все дураки приходят, а мы вот сейчас сделаем этих трех ведущих. Не сделайте. Потому что это неправда. Я не верю в этих барабашек ваших, которые были. В принципе, он же сказал, что он любит эффектных. Может, конечно, эффектность будет проявляться в этом. Не такая, как все. Василиса, а у тебя есть какие-нибудь вот там тесты, картишки, вопросики? Ну, я планировала карты как некоторый бонус для всех наших зрителей в конце вытащить, но я не хотела бы сейчас использовать. Я, знаешь, просто чего не хочу? Я обожаю странных людей. Я обожаю людей, не похожих ни на кого, потому что я считаю, что на таких людях держится мир. Вот прямо обожаю. Я так ведусь на это. Но я не ведусь, когда мне вот хотят вот так бонусов. Лариса, подожди. Ну, фантазии не всегда враньё. Нет, фантазии, ну, к пазу, не 13 же лет. Уже в 28 это получается. Просто мне не хочется тоже выглядеть идиоткой. Весь мир смотрит эту программу. Вот они сейчас сидят и думают, боже мой, ну это же очевидно, что морочит голову. Как бы все это понимают, а я нет. Да я знаю тех людей, которые... Почему не пригласили священника, если вы сходите с крестиком? Да потому что она перемещается со мной из дома в дом. Сейчас это вот перемещение, как вы считаете, рядом с вами? Сейчас нет. А как вы это чувствуете? Ну, ощущаешь. Она даёт о себе знать. Слушай, а вы когда будете первой брачной ночи, что вы делать будете? Оно-то и поможет гримышному. Будет помогать барабашка. Ей конкретное действие рассказывать. Дорогая моя, как вы с этим мракобесием умудрились ещё замуж выйти и ребёночка родить? Ну, это жизнь. И я очень люблю детей. И мы с моим мужчиной хотели ребёнка. Ух ты какая, молодец. И сколько сейчас ребёнка? Три года, восемь месяцев. Девочка, мальчик? Сын. Сын. Отличный сын, да. Моя гордость, радость. Дети очень впечатлительные. Ребёнок же не знает вот эти вот все эти ваши истории про барабашку? Да, но он ещё такой маленький. Не рассказывайте ему хорошо, потому что надо запомнить на всю жизнь. Ладно. Есть какие-то вопросы друг к другу? Нет. Ну, просто хочется поблагодарить за такие красивые глаза. Ты знаешь, что у меня есть ребёнок. Хотелось бы узнать, как ты к этому относишься. Только по-честному, искренне. Ну, я думаю, что чужих детей вообще не бывает. То есть, главное, он есть. Поняла, я всё поняла. Сначала про барабашку напугать. После барабашки уже ребёнок. Ой, Господи. Слава Богу, да. Проходите. Ого, что это? О, мой Бог. Она точно необычная. Тут милые тараканчики и мой сюрприз. В жизни просто так ничего не даётся. И для того, чтобы что-то получить, нужно что-то сделать. Мой подарок для тебя находится вот в этой шкатулочке. А ключик от этой шкатулочки находится вот здесь. Я за острые эмоции, впечатления. Отлично. А можно твою руку? Ты хочешь сделать это вместе? Конечно. Ты думаешь, полезет или не полезет? Или передумаешься? Мне кажется, всё-таки... Да. Моей рукой? Молодец. А главное что-то есть? Да, давай искать. Видно? Съешьте их ещё. Слушай, мне кажется, ему нравится. Он там так рукой отжимит. Активно. Вошёл в кураж. Ты молодец. Управился. Действительно экстремально как-то. Ну что, зато необычно, креативно. А здесь приглашение на экскурсию. Но на непростую экскурсию. А на экскурсию с высоты птичьего полёта. Вау, шикарно. Спасибо большое. Спасибо, дорогая. Девчонки, проходите со своей подругой. Платье из удивительной красоты. Просто спасибо. Ну как вам, Александр? Очень красивая девушка. То есть визуально это просто супер. Ребёнок не испугал? Нет. Конечно, после барабашки-то. А вот это присутствие потусторонней? Вот это как раз-таки тревожит. Потому что где бы мы ни жили, возможно, что-то будет с ней. Значит, вы верите? Постоянно. Наверное, потихоньку. А это не важно, есть ли это или нет. Если уже девушка на этом замороченная, она в это верит. Мне кажется, это уже достаточно. Просто одни мужчины хотят жить с этим другим. Это скучно. Катя, как тебе жених понравился? Ну, когда смотрели друг на друга, пробежала какая-то. Я изначально наблюдала. А вам, друзья мои, понравилась девушка? Приятная очень девушка. С хорошим воображением, что, видимо, для детей будущих, возможно, будет неплохо. И будет нескучно. А с чем она так ваше воображение поразила? Вот какой историей? Ну... Вот воображение, вы говорите, вот что? Она вокруг себя создала такой определенный антураж, который, ну, говорит о том, что воображение у нее действительно развито неплохо. Но довольно приятное, вот очень. Мне показалось интересная девушка с изюминкой, наверное, достойная нашей Александры и с такими нетривиальными сюрпризами, по-моему. А я возьму на вооружение. Вот сейчас сижу и думаю, какая молодец, собственно говоря. Даже ваша потенция никакой сравнения, собственно говоря, не идет. Вот так вот можно в легкую, правда, и жениха пристроить, и невесту, ку-ку, то же самое. Любая проблема откроет. Молодец. Вот пять баллов. Представляешь, как по жизни с ней весело будет. И из любой ситуации... Ах, охочешься. Ну и что, а то их в любой ситуации выкрутится. А жизнь тяжелая. Рекомендую. И красавица. Она человек впечатлительный, действительно, с фантазией, и, как мы видим, сейчас фантазии не всегда безобидны. Меня вот это больше смущает. Но пусть она себе фантазирует, пусть что-то представляет. Но фантазии и с падением из окна, близких могут только напугать. И сюрприз, скажем прямо, из разряда не самых приятных, экстремальных. Мне кажется, что все-таки сюрприз – это попытка сделать приятно. А мужчина или женщина, насекомые не самые приятные, скажем так. Самое омерзительное. Ну что это может быть? Каков подарок в этом? Что в этом приятного? Вы должны испытать острые ощущения для того, чтобы потом еще раз с ней испытать еще одни острые ощущения. Зачем? Ну, мне понравилось. Я просто тоже думала еще в сюрпризе, возьмет мою руку или нет. Думаю, если он не возьмет мою руку, то я предложу ему, давай сделаем это вместе. А он сам. Ну, значит, такой все-таки с напором он, с характером. Это хорошо. Это понравилось. Ну, я для себя такую галочку поставила, ценила. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Александр». Встречайте вторую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, я Настя, я твое будущее счастье. Пойдем немного пообщаемся. Отлично. Пойдемте. Спасибо, проходите. Спасибо, Грек. Анастасия, 22 года. Студентка Академии Госслужбы. Признается, что избалована мужским вниманием. Предупреждает, что не отвечает на банальное ухаживание. Признается, что ее привлекают недоступные мужчины, которых нужно разгадывать. Анастасия рассталась с воздубленным, потому что тот оказался патологическим вруном. Надеется, что Александр всегда говорит правду. Здравствуйте, Анастасия. Я бы хотела вам раздать небольшие сувенирчики. Спасибо. Вот. Я из города Героя Волгограда. Была я у вас. Вот. И это наш главный символ. Спасибо. Это родина мази, это Волгоград. Настя, ну я надеюсь, вы не такая замороченная, как наша первая невеста, да? Но у вас тоже какие-то есть свои странности. Вы любите сами добиваться мужчины? Да. Чем недоступнее мужчина, тем интереснее. Вот. А мамка не говорила, что все должно быть с точностью, да наоборот? То есть мужчина должен? Говорила, конечно же, но на деле получилось по-другому. Да, и еще вы не любите банальные ухаживания, а банальные это что? Цветы? Цветы, конфеты. Ну, чем оригинальнее свидание, тем интереснее. Ну, вот, например. Вот о каком свидании мечтаете? Ну, например, то, что у меня, например, фантазии не хватает. Мне нравятся цветы, колечки, сережки. Или принесли, например, в угороде, мы счастливы. Банально. Так, правда? Нет, ну от конфеток я бы тоже, конечно, не отказалась. Но, допустим, какое-нибудь романтическое свидание на крыша. Ну, например, вот в идеале, вот вы себе фантазируете, опишите. Просто? Ну, сейчас сколько вам мужчин будут благодарны, что вы их надоумили? Я, на самом деле, за спонтанность. Допустим, просто увиделись, резко собрали вещи и уехали куда-нибудь. Волнуется. Голос дрожит. Настя, вы хотите мужчину, который никогда-приникогда не будет врать. Вы понимаете, что мы обманываем, мы врем каждый день. И хотя бы час бы продержаться, чтобы, ну, один раз бы, чуток бы не соврать. Ну, знаете, существует безобидная ложь. Ну, а как ее вот распознать, где она обидная, где она безобидная? Какую ложь не будете терпеть? Ложь. Ну, то, что он, допустим, на совещании, а тут развлекается с какой-то непонятной девушкой. А вы сами всегда говорите правду? Нет, конечно. Вот. Я достаточно прямолинейный человек. Ну, вот расскажите первую историю. Или в какую вы очередность выберете? Про патологического вруна историю или про того, как вы долго добивались парня своего? Давайте все-таки последнюю. В общем, молодой человек очень старался добиться моего расположения. И изначально вообще, ну, он очень стеснялся сделать первый шаг, и поэтому начал действовать через свою подругу. Я лежала на точном массаже, и мне звонит какой-то незнакомый номер. Вот. И девушка говорит, что со мной хочет познакомиться вот молодой человек. И он мне там отчаянно писал в соцсетях, хотя сообщений я не замечала. Вот. Ну, я как-то особо-таки думала, ну, все-таки неинтересно. Но потом она о нем так рассказала, что мне даже захотелось ходить на это свидание. И когда мы увиделись, все-таки я поняла то, что это мое, то, что мне с ним так легко. И непринужденно. Вот. И поверила, что у нас что-то может получиться. Он говорил очень много громких слов, в которые я верила. Но это все было... А громкий джу замуж вас позовет, да? Ну, он мне познакомился со своими друзьями. Он ходил на свадьбу и поймал подвязку. Он сказал то, что я его будущая жена при друзьях. Я ему сказала, давай таких громких слов не говори, как бы это... Какие-то накладывают обязательства. Но... Просил сына родить? Да, сына просил, причем усердно. А подарок, какой обещал, на день рождения не подарил? Ну, он предпочел пойти в бильярдную с друзьями. Вот, там потратил все деньги и даже ничего не подарил. Ну... Все смотрят на ее грудь. Без. Слушайте, а вы говорите, что вот вы избалованы мужским вниманием. Это как? Это прям они штабелями, штабелями, штабелями. Не, ну, допустим, мы со Светланой гуляем где-нибудь в парке, и там начинаются комментарии, не комментарии. А вот вы вот так, вот так. Это для нас вот такая откровенненькая, да? Поэтому, естественно, на вас будут реагировать. Вы выглядите лет на 10 старше. Вот эти накладные ресницы, томный голос, ботокс. Девичевая. Ну, уже у вас нет девчонки, у вашей подруги тоже. Ну, вы как маска, не надо. Это просто мой совет вам, взрослой женщины. Ну, ты прям... Нет, честно, в повседневной жизни я, как бы, ну, не так часто делаю, то есть вот накладные ресницы, ногти. Я думала, программа телевидения, поэтому... Только поэтому. То есть вы так по парку, когда на вас мужчина обращает внимание, так... Нет, я не спорю, я одеваюсь достаточно, может, вульгарно, ярко. Я люблю внимание, но это не значит там ничего такого. Как она ее опустила. Ну, потому что она такая, неестественная. Ты живешь в Москве. Да. А, допустим, мог бы ты переехать в Волгоград? Ну, я думаю, ради очень красивой девушки, да. А у вас что в Волгограде? Вы зовите на что? У вас дом, домик там или дом? Ну, я живу в центре, одна трехкомнатная кроссира, машина, это все есть. О, а что бы не переехать? Ну, это папа, это не ехать. Хорошие родители, которые обеспечили все. Поэтому можете влюбляться, можете не влюбляться, можете получать еще одно образование. Имеете право, потому что ваши родители постарались. Ваши родители не спали, не доедали, чтобы девочка их жила вот так, как вы живете сейчас. Все осталось, только на сюрприз посмотрите. Ну, хорошо. Надо пройти вон в ту комнату. Какие у вас похожи пояса подозрительные. Я думаю, у нас похожи бантики, это знак определенный. Мы должны надеяться. Давай. Давай. Куда он смотрит? Он не может никуда смотреть больше. Опять глаза такие. Опа. Может, не надо остальных лучше смотреть? Ну, нет, я посмотрю. Ладно, ладно. Все, пойдем? Ну, давай, все, приятно было с тобой пообщаться. Очень приятно. Пойдем. Ой, я все увидела. Да, Маша, все увидели, все все увидели. Ну, короче, сюрприз вообще не интересный. Банальный. Понравилось? Да, очень понравилось. Глаза красивые. Да, да, да. Да, очень красивые глаза. Нет, правильно, девушка, правильно присмотреть. Вася, а тебе нормальная, активная девочка Овин, еще и с Венерой и Марсом в рыбах. Что это такое? Она любит мужчин, которые действительно поначалу кажутся загадочными, закрытыми, тихими, как наш герой. Таких вроде безоружных с виду, и тем женщин обезоруживающих. Но мужчин безоружных на самом деле не бывает. И если мужчина оказывается таким тихушником, то чаще всего его оружием являются манипуляция, хитрость, фантазии. И в этом смысле водный мужчина, рак, ей вполне подошел бы. Поэтому я здесь уже увидела пару еще до того, как вы зашли в домик. Ну, а после того, что мы созерцали на больших экранах, я думаю, что всем уже все понятно. Будете знакомиться с третьей девушкой или уже двоих достаточно? Нет, нет, третью. Будете? Ну, воля ваша, проходите. Саша, что ты делаешь? Зачем? Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я все время мечтала познакомиться с таким красивым девственником. Будем решать ваши проблемы вместе. Отлично. Спасибо, проходите. Аккуратно. Спасибо. Анна, 24 года. Химик-аналитик. Гордится званием двукратной чемпионки по шахматам района Леонозова. Считает, что ей катастрофически не везет в любви. Уверена, что притягивает странных мужчин. Первый возлюбленный Анны был очень жестоким. Второй не допускал ее близко к телу, а третий оказался настоящим развратником. Надеется, что Александра ее не разочарует. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Рога. Здравствуйте, Сваты. Здравствуйте, Роза. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, Василиса. Хотела бы вам подарить небольшие букетики. О, какие трудные букетики. Ой, девушка из Леонозова. Не могу понять, кто вы. Оторва или серьезная. Ваша история, конечно, просто приводит в ступор. В ступор, да. Мои истории, конечно, приводят в ступор. Но если говорить между серьезной девушкой или оторвой, то я не являюсь ни той, ни другой девушкой. Притом, вы шахматистка, значит, у вас логика должна быть мужская. Умница, математические способности, 24 года, химик-аналитик. И вы двукратная чемпионка по шахматам. Да, в своем районе. Я москвичка, я занималась шахматами 9 лет. У меня второй разряд по шахматам. Да, я старалась, мне очень нравилось. А как вам кажется, почему вы притягиваете странных мужчин? Я сама, просто сама не знаю, чего я хочу. Вы замужем не были? Не была замужем, но я жила в гражданском браке с молодым человеком. Мне было 18 лет. Я была домашней девочкой. Когда я поступила в институт, у меня получила свободу. А он такой был леонозовский бандит? Нет, он не был леонозовским бандитом. Он был совершенно не бандитом, да, крутой мальчик. Нет, хороший парень, когда я с ним познакомилась. А вы забеременели? Да, я забеременела, мы стали вместе жить. Он очень такой, он неправильный, он очень говорил хорошие, правильные слова. Он моим родным такого наговорил, что они уши развесили, и я и сама ушла. Пошла вместе, мы с ним жили. Быт меня засосал, скажу вам честно. В 18-летие я была не готова тогда к семейной жизни. Да и он особо не старался. А ребеночка-то родился? Родился, родился. Даша из роддома не встретила, представляешь? Нет, он меня встретил. Встретил? Через три часа. Ну, он запасал на три часа. Да, он цветы вез, сказал, дорогая, извини, пробки. Три часа и все, и приехал. Потом он отвез меня домой. Друзья выпили за здоровье малыша и уехали гулять в клуб. На два дня заперли меня с ребенком и с его мамой. Бедная девочка. Жалко. Конечно. Через полгода мы развелись после... Потому что жизни какой не было? Не, он хороший парень, но я была не для него девушкой. Он был не для меня. Хорошо, а второй, который не дотрагивался, не притрагивался. Да, да, вот, очень люблю, я говорю, робких мужчин я очень люблю. Я с ним познакомилась на сайте знакомств. Мы с ним начали общаться, переписываться, созваниваться. Два месяца я его уговаривала встретиться. Два месяца я уговаривала встретиться. Для меня это просто был шок. А фотографии не было? Не было фотографий. Он вас этим и заинтересовал? Ну, конечно, заинтересовал. Хоть как-то надо заинтересовать. Квозимода какая-нибудь уродливая. Ну, вот, подождите, да, я встретилась с ним, все-таки уговорила, потому что девы, подруги начали говорить, наверное, он маньяк какой-то, еще что-то. Я встретилась с ним. У нас завязались отношения, мы начали встречаться. На восьмом свидании я только его, я его робкость сломила. На восьмом свидании, вот. Парень вообще очень, наверное, меня стеснялся, я не знаю почему. Либо он был правильный всегда. Может, негде было? Нет. Он москвич, у него квартира, у него все хорошо. То есть я правильно поняла, вы его в постель, а он у вас на ролике. Да, да, да. Да, 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 я его в постель, а у меня на ролике. Правда, овечка какая-то. Да. Что за девочка? А зачем вы всем мужчинам своим планшет дарите? А подарите мне, кстати. А ты мужчина, что ли? А, ну что, надо в ней с друг на браке. Ну, это такое проклятие. Вы зачем такие дорогие подарки дарите? Ну, мне хочется сделать приятное молодому человеку. А вы за чьи деньги это делаете? За свои деньги. Я работаю. Я хорошо зарабатываю. Хорошо зарабатываете. Главное, чтобы это от души было. Если есть возможность там у нее планшеты дарить, то пускай дарит. Не надо мужчину покупать, понимаете? Не надо. Вы ему любовь дарите, а он, соответственно, все остальное. Все слышно. Да? Хорошо тогда, друзья мои. Давайте посмотрим на сюрприз. А, давайте. Александр, знаете, наверное, вы будете очень смеяться, но я вас тоже куплю. Я дарю вам тоже планшет. Черт. Зачем? Спасибо вам огромное. Спасибо, дорогая. Я думаю, Роза просто завидовала, поэтому спасибо, друзья, приходите в свою комнату. Ну и как вам невеста? Как вам, Анечка? Хорошая девушка. Единственное, я не понимаю, как она живет с ребенком и работает в это же время. Ну, я думаю, есть кому помогает. Большая часть женщин живут и работают с ребенком. Это тяжело, я думаю. Тяжело? Наверное, тяжело, поэтому ей нужен мужчина, который будет помогать. Ваши родители не будут против, если вы будете с женщиной с ребенком? Я думаю, только за, если хорошая девушка. А вас не смущает Аня, вот такая искательница приключений? Да, немного смущает, да? Тебе понравился жених? Да, мне понравился жених. Ты бы хотел связаться с таким мужчиной с ее судьбой? Нет, он очень хороший мальчик, мне очень понравился. Друзья мои, вы пока решайтесь, советуйте. А мы через несколько минут с вами встретимся, оставайтесь с нами. Что, друзья мои, посовещались? Советую Александру. Конечно, девушки все разные. И дикие, и такие интеллектуальные. Но я думаю, что все могут увлечь нашего товарища. Нет, вы должны только одну посоветовать. Мы отдали предпочтение первой девушке. Екатерине. Я прям послушал, послушал, Ларис. Вот самое важное забыл в самом начале. Раз он у нас девственник, то и невеста ведь должна у него быть, наверное, скорее всего, целомудренная, чистая. Да, вне сихло просто. Что они делать будут? Что делать? А вот мы же узнаем, что делать. У меня есть такая невеста. Вот. Давай, милая, выходим. Профессия, сколько у тебя, сколько у тебя сегодня в кустах сюрпризов, боже мой, какую-то вороборожью. И тут ее Катенька зовут, и имя красивое. Вот она, солнышко. Так, своя, своих толкает. Привет, меня зовут Катя. Я слышала, ты любишь сладкое? Да, обожаю. Можно каты? Ой, а с чем пирожки-то, милая? С сахаром. С сахаром? Какая прелесть, какая умница. И откуда вы, Катя? Да. Катенька. Катенька, еще одна. Ну, не стесняйтесь. И с чем пришли ты? С пирогами. Ну, с пирогами, да? Нет, на самом деле, да, найти свою любовь, потому что истосковалась уже ужасно по мужскому вниманию. Вот. Волнуюсь? 26 лет уже, что-то не только затоскуешь, что-то. Да, да, да. А ничего, что он вам, у вас на пару лет моложе? Да нет, ничего страшного, конечно. А у нас ничего нет, детей нет, чего, вот как у первой-то, понимаешь, даже как не у второй. Да, ну тогда ты расхвалю, мы-то не знаем невесту, что у нас. Ну, милая, расскажи, что у нас с преданным, давай похвалимся. С преданным? Да, образование у нас там хорошее. Да, образование хорошее, с красным дипломом. Вот, москвичка. Да. Самомудренная. Ему нужна красивая девушка, которая его, это, обольстит, а не вот такая. Я знаю, что вы пока учились, вам был не до мужчин, а потом вы почему-то считали, что вы недостойный мужчин, что вам нужно добиться каких-то таких успехов, чтобы на вас обратили внимание. Вот зачем себя вы-то загнали-то? Нет, на самом деле. И что, когда вы стесняетесь или когда у вас, ну, какие-то, так сказать, внутренние сами собой нелады, вы становитесь болтливой, да? Да, есть такое. Вот. Ну, потому что не знаю, что сказать, эмоции, и начинаю нести всякую чушь. Вот, потому что не могу сдержать эмоции. Нет, я себя не загоняла, на самом деле, просто, когда поступила в институт, он у меня был тоже педагогический, я, ну, ушла со школы. Ну, когда окончила школу, думаю, ну, всё, институт, сейчас оторвусь, всё такое. Вот. А потом педагогический университет, отсутствие, как бы, мальчиков. И я думаю, ну, наверное, мне там свыше приготовили какого-то хорошего жениха, ну, раз я такая хорошая, замечательная, и мне надо, как бы, соответствовать жениху хорошему, ну, которого я хочу. Вот. И, как бы, ну, начала, там, институт, курсы, танцы, самосовершенствование. Она какая-то слишком у вас кромная. Да, ну, из неё делают. Да он только увидел тебя, ты понимаешь, у него сразу, вот оно, вот оно. Мы все мужчин покупаем, кто планшетом, кто вот этой своей хорошей, стеорной станцией. Я не считаю, что это покупка. Нет, не покупка, да, ну, нет, я Роза, я не с тобой. Если бы она сказала, я тебе дарю планшет, если ты меня выберешь, вот это была бы покупка. Да, вот поэтому я говорю, что мы так или иначе все пытаемся... То есть ты хочешь сказать, что это как бы мы с собой покупаем? Ну, конечно. Нет, ну, а почему? Университет всегда готовилась быть хорошей женой. И качество, про которое сейчас говорит Катюша. Нет, потому что Катя на этом была зациклена, просто зациклена. Да, я зациклена. Ей казалось, что она никого не достойна. Вот, и мне казалось, ну, так как я хочу достойного человека, и чтобы, ну, так как я буду с ним, я беру на себя ответственность, там, быть с ним, там, делать человека счастливым, ну, и все такое. И я могу с этой ролью не справиться, но мне хотелось с этой ролью справиться. Даже если сейчас он выберет, кого-то ему там насоветует ведущий. Думаете, тебе все равно будет. Конечно. Как вы считаете, почему вам мужчины предлагали только дружбу? Нет, не только дружбу предлагали. Ну, просто как-то вот были свидания, но я понимала, что они мое. Ну, смотрите, вот сейчас вы говорите, что мужчины легкомысливые, что если с ними где-то знакомишься в клубе, они сразу предлагают поехать на чашечку кофе. Ну, вот в клубе, да, в клубе, ну, просто... Ну, может быть, до 26 лет себя так берегла, может быть, уже и стоит съездить один раз на чашечку кофе. Ну, просто так не хочется. Может быть, немножечко легкомысливые, ну, а так уже мужчин пугаете. Нет, молодец, что сберегла себя. Вы тот редкий случай, который мог с детства, с юных лет пойти во все тяжкие. Я считаю, что ваше запоздавшее вот такое девичество, оно на самом деле пришло вовремя. Да? Все в порядке. Катюш, не переживай. Если что, приходи на наш сайт двое.тв. Там и смельчаки найдутся, и красавцы, и самые славные девички. Спасибо, Катя. Теперь проходите вот в свою четвертую комнату, а мы будем ждать, кому из вас пойдет жених. Я не сгневюсь, все в порядке. Просто какая-то членка пришла, и еще это... Парню, наверное... У нее это эксклюзивное условие, ей прям вот-вот реклама. Я считаю, что сегодня из всех девушек вам больше всех подошла бы вторая героиня Анастасия. Потому что гороскопически именно с ней у вас мог бы сложиться наиболее тесный контакт, наиболее близкий. Вы похожи на мужчину ее мечты. Она со своей энергичностью тоже похожа на женщину вашей мечты. И потом сцена в комнате, я не могу ее забыть до сих пор. Пока вы думаете, я по нашей уже традиции хочу дать ответ на один вопрос всех наших зрителей, всех сидящих сейчас в студии. Прошу задумать. Вопрос не глобальный, но какой-то вас интересующий в настоящий момент. И я постараюсь дать на него сейчас ответ с помощью карта Ро. Как обычно, тяну карту левой рукой к себе. И выпала замечательная карта девятка кубков. Эта карта говорит буквально следующее. Если вы хотите добиться успеха в своем деле, будьте щедрым к близкому человеку, постарайтесь проявить свое дружелюбие, постарайтесь одарить его со всей возможной открытостью своей. Если вы загадывали просто о каком-то случайном везении, то это случайное везение произойдет. Мир вас любит. Вы видите, здесь изображен человек, который пирует за дружеским столом. Будьте дружелюбны, и тогда друзья сами со своей помощью найдут вас. Сколько было времени у вас, Александр, чтобы определиться, к кому пойти. В любом случае, мы вас поддержим. Пожалуйста, проходите. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы не знаем, выйдет Александр один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Привет! Иди сюда. Надо развязать твой пояс. Отлично. Спасибо. Ты можешь мне помочь. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть пара Александра и Екатерина. Если вы одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс имени героя на номер 4151. А я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Она открывает. Ну, проходи. Ну, конечно, стоят там мужские кроссовки, разбросано нижнее бельё. И понимаете, что беременна. Я узнаю, что я беременна. Он обрадовался? Да, он очень обрадовался по скайпу. Я делаю так. Ну, просто на какой-то вот... А помнишь, как с меня? Да, он очень обрадовался по скайпу.